Нынче каждый призывник на вес золота. Контрактники из армии увольняются, их места должны занять срочники. План призыва большой. В ряд вооруженных сил Череповец и район должны отправить почти тысячу человек. При этом народу здорового, не имеющего отсрочек, недостаточно. Иван дожидается очереди на медицинскую комиссию. Парень спортсмен, мечта любого военкома. Впрочем, внешность Ильи Муромца обманчива. Оторвал связку надколенную. Ну, пока до следующего призыва. Рядом еще один паренек, который тоже жалуется на здоровье. Да, у меня из-за операции было. Результат минус призывник, да минус еще один. Именно на годы рождения нынешних призывников пришлась демографическая яма. Еще немало череповчан должны отдать долг родине, но скрываются. План, несмотря ни на какие обстоятельства нужно выполнять. Нам необходимо изыскать этих граждан, которые длительное время находятся в розыске. К этому подключено ОВД, миграционные службы, другие организации, которые каким-то образом могут нам помочь, дать данные. У колонистам в этом году объявлена настоящая война. Их розыску уделяется особое внимание. Подключают милицию, ГИБДД. У колонистов будут вычислять по номерам зарегистрированных на них авто. Если удастся привезти на призывную комиссию всех, кто пока прячется, говорят в военкомате, план будет выполнен без труда. А вот призывать в армию ради нужной численности людей нездоровых, заверили нас специалисты, никто не будет. На комиссии работают гражданские врачи. Признать как можно больше юношей годными заинтересованности у них нет. Скандалы, впрочем, случаются. Факт коррупции врачей, как раз в городе Череповец, имеет факт. Три врача и два посредника. Сейчас дело находится в суде. Выдавали липовые справки о том, что молодой человек болен. Сейчас в военкомате все время многолюдно. Призывная кампания в разгаре. Этот парень намерен идти служить. У меня будет пометка. У меня образование подходящее, так я пойду в милицию. В последнее время смягчились и условия службы солдат-срочников. Недавно родителям, общественным организациям разрешили сопровождать призывников в воинскую часть, чтобы те смогли увидеть, в каких условиях служатся ребятам. Своим правом уже воспользовались представительницы комитета солдатских матерей. Иметь сотовый телефон, служить неподалеку от дома, поблажек в армии становится все больше. Правда, как считают специалисты, совсем срочная служба не исчезнет никогда. Охранять государство кому-то нужно.